Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 11 декабря. У нас на улице морозище, в подвале тоже холодно, но я по-прежнему достаю свои томаты и продолжаю вам рассказывать о тех сортах, которые очень хорошо у меня сохранились вот прям до декабря. Сегодня я достала себе оранжевых сливок на салат, и я сейчас подробно-подробно о них расскажу, потому что они оказались такими удивительными, открылись с другой совсем стороны. Летом я про них вам говорила, я и описывала, и говорила, что они хорошие для консервации, они обильные, кто не смотрел летние видео об этих томатах, они у меня под номером 81, оранжевые сливки, я сейчас быстренько расскажу, что это невысокий полудетерминатный сорт, он метр 10, метр 20, примерно так. Так, он очень удобный в выращивании, потому что он большой не вырастает. Я выращиваю всегда в открытом грунте, но на пачке вообще написано, что для плёночных теплиц. Но он вот в сибирском регионе у меня растёт прекрасно на улице. Про него написано, что требует пасынг, нужно его посынковать и подвязывать. Подвязывать я его подвязываю, потому что плодов очень много, вот эти вот все улеплены вот этими сливками, но посынковать я его не посынкую. И объясню почему. Я вам уже говорила, что если плод небольшой, для чего мы посынкуем? Для того, чтобы не мельчали плоды, чтобы были они крупные. Но вот в таких плодах, когда они сливовидные, когда они и так изначально уже маленького веса, 40-60 грамм, я просто на такие сорта не трачу время летом и не посынкую их. Они что так мелкие, что так мелкие. Мне вот на этих плодах, на этих кустах не нужны крупные плоды. И поэтому я вот нарушаю эту инструкцию, которую даёт производитель. Но ещё раз напомню, про него написано, что его нужно посынковать, я не посынкую. Я считаю, что этим даже увеличиваю количество урожая, потому что он растёт в несколько стволов. Вот там 4-5, сколько вырастает, столько вырастает. Я вот так все в кучку собираю и подвязываю колушку. Всё. Плоды всегда выровненные. Вот нет уродливых плодов, они все очень ровные, очень такие идеальные. Вот поэтому и написано, что он подходит для цельноплодного консервирования. Они прям все как на подбор. Никогда нет треснутых, никогда нет уродливых. Вот стандартные. Вы видите, что даже для зимнего хранения, которые уже, ну как можно сказать, что я последние собирала, как отходы, и то они выглядят очень красиво, эстетически у них прекрасный внешний вид. Но кроме этого... А, я забыла сказать, что они сливовидные и ярко-ярко-оранжевые. Даже вот эти, которые я сняла зелёными, и у меня дозрели в подвале, они такой... Сейчас сравню с золотой рыбкой. Такой ярко-ярко-оранжевый цвет, чтобы вот с жёлтыми вы сравнили. Вот видите, они не жёлтые, они именно ярко-оранжевые. Вот эта золотая рыбка, она жёлтого цвета. Ну вот, смотрите, про эстетическую красоту я вам сказала. Но кроме эстетики, они ещё очень полезны, потому что вот они генетически предрасположены к повышенному содержанию сахара, которые летом на кустах созревают. Очень сладкие, очень вкусные. Эти сейчас будем пробовать, посмотрим, какие в подвале поспели. Но я не думаю, что они будут такие вкусные, как на улице. Но и дело в том, что вот у них повышенное содержание бета-кератина. Они, оранжевые сорта, считаются самыми полезными. В них больше всего вот этих полезных витаминов. И ещё вот такие вот оранжевые томаты, вот эти вот, они подходят для диетического питания и для детского питания. Потому что не секрет, что красные томаты не всем можно есть. Если повышенная кислотность у пожилых людей или дети, например, то красные томаты запрещают врачи кушать в больших количествах. А вот такие оранжевые и сладкие можно есть хоть сколько. Но вообще он предназначен, конечно, для цельноплодного консервирования. Нигде производитель не пишет, что для длительного зимнего хранения. Это я нынче первый раз его положила на хранение, чтобы просто посмотреть, испытать, какие ещё сорта хорошо хранятся. Вот он даже перележал у меня жёлтого банана. Я показывала вам банан жёлтый, там у меня есть ещё какой-то. И ценность этого сорта, это холодостойкость. Вот до самой поздней осени, я эти сняла уже в октябре. И не только холодостойкость, а устойчивость к перепадам температур. Он может выдержать, например, ночью сильно холодно, а днём тепло, даже жарко. Многие вот от таких перепадов начинают заболевать фитофторы. Этот сорт, он очень стойкий. Ну и, конечно, обильное плодоношение. И если я до этого рассказывала вам про банан жёлтый, что он хранится хорошо, но что семян его у меня нет, что заказывать не надо, вот этих семян, оранжевые сливки, у меня наоборот очень много, потому что я говорю, что он даёт обильно, большое количество плодов. И вот после того, как я узнала о его таких качествах, что он очень долго хранится, его можно зимой хранить, можно до самого Нового года сохранить, я решила его распространить, дать вам попробовать, испытать его. Я вот теперь сижу, собираю заказы, и в каждый заказ, ну, начала с какого-то номера, не помню, с 200-го, по-моему, или с 250-го, и вот теперь я сначала мархотскую кисть в подарок клала, потому что он у нас не распространён, это белорусский сорт, а теперь добавляю всем, вот бесплатно в подарок, пачку оранжевых сливок, чтобы вы попробовали и посадили. Но если у кого заказан, он даю другой, а если у кого нет в заказе оранжевых сливок, я всем дарю вот эти оранжевые сливки, чтобы зимой вот так достали, как маленькие солнышки, как вот кусочек лета, вот смотрите, сейчас ещё разрежу. Я одну уже две посмотрела, и хочу вам сказать, что ещё одно хорошее качество, которое они обнаружили, что у них в средине, после длительного хранения, не образуется, вот как обычно бывает, бледное, белое, он такой же, как летом. Вот видите, я его разрезаю, сейчас разломлю просто рукой, посмотрим, ой, какой разломитель, не знаю, какой красивый, все красивые. Сейчас разломлю, и мы посмотрим, какие они внутри. Вот смотрите, консистенция, и вообще внешний вид плода такой же, как летний. Вкусные, сахаристые. Немного кислинка есть, конечно, но они такие прям, как бы рассыпчатые, и вот именно томатный такой привкус у них. Вот испытания с оранжевыми сливками прошли удачно, пол лотка ещё лежат в зелёных, я думаю, что я на Новый год из них салат сделаю с последней партии, но теперь я точно знаю, что этот сорт можно прекрасно закладывать на хранение, можно хранить до декабря, вот даже у нас в сибирском регионе, где уже на улице зима, вот достаёшь и кушаешь оранжевые сливки. В этом году много-много людей получат мои семена оранжевых сливок, я надеюсь, у вас на будущий год с ними всё прекрасно получится, попробуйте их похранить. Всё, до свидания, с вами была Ольга Чернова, это ещё один сорт, который можно, прям, не побоюсь этого слова, до Нового года хранить, если вы создадите ему условия. Всё.